Имя Радий Хабиров. День рождения. 20 марта 1964 года, 56 лет. Место рождения. Сайраново, Ишимбайский район СССР. Знак зодиака, рыбы. Восточный гороскоп, дракон. Карьера, глава республики Башкортостан. Родился в семье педагогов. Младший из троих сыновей. По национальности, Башкир. В 1981-1982 годах, ученик фрезеровщика Ишимбайского завода транспортного машиностроения. Реклама. В 1982-1984 годах, военнослужащий срочной службы вооруженных сил СССР. В 1984-1989 годах, студент юридического факультета Башкирского государственного университета. Был командиром интернационального студенческого отряда БГУ в 1986 году. В 1989-1992 годах, ассистент кафедры государственного права и советского строительства юридического факультета Башкир. Председатель правкома студентов Башкир. На освобожденной основе. В 1992-1994 годах, магистрант университета Билькинт, Анкара, Турецкая республика. В 1994-1998 годах, старший преподаватель юридического факультета БГУ. В 1998 году, защитил диссертацию становления и развития права на благоприятную окружающую среду в Российской Федерации и стал кандидатом юридических наук. В 1998-2002 годах, заместитель декана юридического факультета БГУ, доцент. В 2002-2003 годах, исполняющий обязанности директора, директор Института права Башкирского государственного университета. Политическая деятельность. В сентябре 2003 года Хабиров возглавил администрацию президента Республики Башкортостан Муртазы Рахимова, сменив Ильдара Гемаева, ушедшего с поста по состоянию здоровья. В июле 2008 года со скандалом покинул должность руководителя администрации президента Республики Башкортостан в результате борьбы с Раэлем Сарбаевым. На Хабирова было возбуждено уголовное дело за сокрытие доходов. 27 августа 2008 года, декабрь 2008, директор департамента по взаимодействию с Федеральным собранием Российской Федерации и политическими партиями Управления администрации президента Российской Федерации по внутренней политике. С 2009 по сентябрь 2016 года заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике. Работал под руководством нескольких глав управления Олега Говоруна, Константина Костина, Олега Морозова, Татьяны Вороновой. Курировал вопросы взаимодействия администрации президента с парламентом. Ушел после парламентских выборов 2016 года. С 25 января по 28 марта 2017 года временно исполняющий полномочия главы городского округа Красногорск Московской области. С 28 марта 2017 года по 11 октября 2018 года глава городского округа Красногорск Московской области. Глава Башкортостана. С 11 октября 2018 года временно исполняющий обязанности главы Башкортостана. В единый день голосования 8 сентября 2019 года с результатом 82,02% в первом туре выборов главы республики Башкортостан Хабиров одержал победу. Срок его полномочий завершится в 2024 году. С 27 января по 21 декабря 2020 года член Президиума Государственного Совета Российской Федерации. Классный чин. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса. 7 мая 2009 года. Награды. Кандидат в мастера спорта по классической и греко-римской борьбе. Благодарность президента Российской Федерации. Благодарность президента Российской Федерации. Орден почета. Заслуженный юрист Республики Башкортостан 2008 года. Почетная грамота президента Российской Федерации 11 апреля 2014 года. С 27 января по 21 декабря 2020 года член Президиума Государственного Совета Российской Федерации. Орден Республики Крым за верность долгу. 13 марта 2015 года. За мужество, патриотизм, активную общественно-политическую деятельность, личный вклад в укрепление единства, развитие и процветание Республики Крым и в связи с нем воссоединение Крыма с Россией. Критика. В преддверии выборов президента Республики Башкортостан 2003 года кандидаты от оппозиции обнаружили типографию, в которой печатались фальшивые избирательные бюллетени, заказчиком которых назывался Радий Хабиров. Заявление о причастности Хабирова к печати фальшивых бюллетеней сделал зампрокурора Башкирии Владимир Коростылев, который был вынужден вскоре подать в отставку. Дело развития не получило, но и спустя годы Хабирова неоднократно упрекали за возможную связь с делом о фальшивых бюллетенях. В ходе массовых протестов против Муртазы Рахимова в 2005 году Хабиров активно поддерживал действующего башкирского президента, называя протесты танцами багуинов и обвиняя в финансировании оппозиционеров сына президента Урала Рахимова. После назначения главой региона Хабиров отдал под разработку гору Шихан Куштау башкирской содовой компании. 3 августа 2020 года началась вырубка леса на горе. В результате там собирались около 10 тысяч защитников Шихана, недовольных вырубкой и разрушением национального наследия. Член Совета по правам человека при главе Башкирии Эльза Маулимшина 6 августа рассказала, что полицейские задержали нескольких активистов. 15 августа к горе пришли примерно 200 сотрудников частного охранного предприятия, между ними и экологическими активистами произошла стычка. Активисты утверждают, что сотрудники ЧОП применили против собравшихся газ из баллончиков. Были задержаны более 20 активистов. 16 августа 2020 года Радий Хабиров дал обещание не разрабатывать Куштау, пока не будет найдено компромиссное решение. Семья. Отец Хабиров, Фарид Барыевич, Башк. Русск. 1930-2003 года, педагог. Заслуженный учитель Басар 1986 года, заслуженный учитель профессионально-технического образования РСФСР 1991 года, лауреат премии имени Луначарского. Мать Хабирова, Разия Исхаковна, Башк. Русск. 1933-2015, педагог. Кавалер Ордена Знак Почета, также награждена почетной грамотой Президиума Верховного Совета Башкирской АССР 1983. Братья Рамиль и Ришат. Первая жена Лариса Лукьянова. В браке с 1987 года по 2013 год-годы. Дочери Светлана Грандволь, Хабирова, родилась 1989 года. И Рита, родилась 1998 года. Вторая жена Карина Аветисян, врач-стоматолог. Общий сын Фарид, родилась 2017. И Тимер, родилась 2021 года. Ее сын от первого брака также воспитывается в семье Хабирова.